Дорогие друзья, уважаемые зрители, слушатели и подписчики нашего канала, приветствую всех вас. Меня зовут Вадим Герасимович. Вместе с нами сегодня известный украинский политолог Руслан Бортник. Руслан, здравствуйте, рад видеть. Здравствуйте, Вадим, я тоже. Друзья, напоминаю, те, кто еще не подписан на Укрлайп ТВ, пожалуйста, подпишитесь, поставьте лайк этому видео и также прошу подписаться на авторский аналитический канал Руслан Бортник в YouTube. В то время, когда тотальное внимание приковано к событиям в Курской области, известный немецкий военный аналитик, эксперт Юлиан Ребке сообщает о том, что российской армии осталось пройти 13 километров до Покровска, Донецкой области, где когда-то жили 80 тысяч людей. В начале года, утверждает Ребке, эта цифра была на уровне 38 километров. Отсюда, по его мнению, открывается дорога жизни к часовому ярусу. Покровска снабжаются также и другие передовые части, и это важный для вооруженных сил Украины логистический пункт. Как вы оцениваете, понимаете, какой вам представляется текущая ситуация на фронте? У меня сложилось впечатление, ну и частично это подтверждают заявления наших военных, публикации в западные медиа, что Украина сознательно пожертвовала сегодня ситуацией на Донбассе в угоду развития наступления на курском направлении. Сейчас мы видим, что на курском направлении ситуация немного стабилизируется, ну уже появляются какие-то более-менее внятные территории контроля, линия фронта появляется, формируется. А вот на Донбассе, на Покровском направлении, к сожалению, ситуация до сих пор находится в негативной для нас динамике. И практически не проходит дня, чтобы не были потеряны какие-то территории, населенные пункты. И на самом деле от крайних точек российского наступления до Покровска уже около 10 километров, возможно, даже меньше. Более того, нависла угроза над падением, захвата российскими силами двух малых городов Донбасса в ближайшее время. Это Гродовка и Новогродовка. Это тоже города, где проживали десятки тысяч наших граждан до последнего времени. Более того, существует угроза того, что российские силы не пойдут в лоб на Покровск, Мигроноград, потому что Покровск, Мирноград – это такая, знаете, гантеля неравнозначная. То есть два города, фактически одна агломерация, просто Мирноград меньше, Покровск побольше. А что они завернут на юг, начнут наступать в сторону Курахова, Угледара, пытаясь смять украинский фронт на этом южно-донбасском и северо-запорожском направлении. Они как раз в это направление сейчас пытаются идти. Они не идут прямо на Покровск. Они пытаются загибать на южное направление. Переброска части резервов, в том числе из Донбасского фронта, очевидно, сказывается на возможности обороны на этом направлении. Наши военные откровенно говорят, что Россия имеет кратное, десятикратное преимущество в живой силе на этом направлении. Она имеет кратные преимущества в артиллерии, в авиации. И поэтому полноценно остановить это наступление невозможно. Сам по себе Покровск – это фактически западные ворота к Донбассу. Если Покровск будет захвачен, или хотя бы российская армия выкатится к нему, как к часовому яру, на окраину этого города, начнет его обстреливать, сделает его нежизнеспособным, скорее всего, нам стоит ожидать новой волны беженцев в Украине. Сотни тысяч человек из Покровской, из региона, этого региона, из ближайших населенных пунктов Днепропетровской области, границы которой все ближе. И это создаст российской армии возможность выбирать направление наступления или в юго-запорожскому фронту Украины, или разворачивать это наступление на север в направлении последней подконтрольной части Донбасса славянско-краматорской агломерации. Поэтому очень нехорошая ситуация, но стратегический расчет понятен. Украина считает, что даже успешными оборонными боями на Донбассе ситуацию в войне не поменять, в отличие от наступления на Курск. Поэтому мы сейчас платим вот эту цену, когда на все не хватает ресурсов, и военное командование, и политическое руководство выбрало другим приоритетным направлением, жертвуя даже вот этими территориями, которые тянутся от Авдеевки до Покровска. — Вы предполагаете, что ради наступления в Курскую область пожертвовали Донбассом. Зачем и ради чего? — Потому что наступление России на Донбассе, оно хоть и наносит болезненный удар информационный, политический, военный по украинскому государству, но это наступление, даже если русские займут Покровска. Поверьте, это будет очень тяжело, потому что Покровск, Мирноград достаточно неплохо укреплены по нынешним меркам, по нынешней войне. Но даже если российские войска займут эти территории, это не означает критический перелом войны. А вот если война будет длительное время идти на российской территории, если фронт сдвинется в сторону Курской АЭС, Курчатова или непосредственно самого Курска, это может иметь существенное влияние на общественное мнение в России, а главное оценку и врагами, и партнерами России, и Украины, того, что происходит в российско-украинской войне. Поэтому выбран вот такой сценарий. Я не хочу сказать, что мы пожертвовали Покровском. Нет. Но очевидно, что снятие части сил из этого направления приводит к тому, что Россия сохраняет динамику в этих наступлениях. Очевидно, что где-то подсознательно смирились с возможными утерями территории и населенных пунктов вот на этом направлении, и это сегодня отображается на фронте. Обратите внимание, правда, при том, что активные наступательные действия России сейчас идут только на Покровском направлении. Те направления, которые раньше были активны, там, начиная с Работино и с Старомайорского, Урожайного, даже они сейчас попритихли. Также нет особо активных наступательных операций в районе Углидара. Также притихла ситуация в районе Часового Яра. Есть продвижения в Красногоровке, но они идут очень ограниченными силами. Нет интенсивных, особо интенсивных боев на Сиверском выступе, а также снизилась интенсивность боев в направлении Купенска. Все же эта курская ситуация, она вот привела к тому, что сейчас идет два встречных сражения. Под Курском и под Покровском. И результат этих встречных сражений, он определит результат военной кампании этого года и определит политические позиции сторон уже в диалоге, в переговорах с новым президентом США. Михаил Подоляк, советник руководителя Офиса президента Украины, говорит о том, что наступление в Курскую область преследуются не только военные, но и политические цели. Их четыре. Первая цель – это защита граждан Украины. Российская артиллерия и авиация теснены на расстоянии, с которого они больше не смогут беспрепятственно наносить удары по Сумщине. Вторая цель – это перерезание военной логистики России, что ослабляет ее оккупационную армию. Третья цель – это демонстрация миру и россиянам несостоятельности военно-политического руководства России, которое не способно защитить собственные территории. И четвертая цель – это открыть глаза россиянам на то, что их страна находится в состоянии войны, и эта война сегодня пришла на их землю. Как вам эти озвученные цели и задачи курского наступления? Мне кажется, что в этом заявлении смешались кони и люди, и реальные цели, и виртуальные информационные цели одновременно. Да, может быть, в долгосрочной перспективе украинское наступление на курском направлении позволит обезопасить часть Сумского пограничья, или Харьковского пограничья. Но сейчас мы видим, что мы объявили эвакуацию сотен тысяч людей, десятков населенных пунктов. Если не сотен населенных пунктов. Это последние дни Сумской области. И интенсивность ударов российских по украинскому пограничью по территории Сумской области кратно только возросла с началом этой операции. Поэтому это так сейчас не работает. Возможно, если будет стабилизированная линия фронта, вот тогда, возможно, это будет заработать. Хотя Россия будет все равно носить удары по нашему пограничью, как по логистическому горлышку, через который идет снабжение группировки украинских войск в Курской области. Более честный ответ, мне кажется, что касается целей по российскому сознанию. Да, Украина сейчас пытается дестабилизировать российское общество. Вызвал у него одновременно и патриотический подъем, и агрессию в отношении российского государства, российского руководства. Из-за неспособности, отсутствия силы. Российское общество прощает, может прощить лидеру что угодно. Пьянство, извращение, коррупцию, что угодно. Ну, исторически, посмотрите там по царям-императорам. Но оно не прощает слабости. Оно не прощает неспособности защитить вот все это имперское пространство. Из-за этого очень много, кто из лидеров прошлого российского поплатились головой. И вот на это играет украинская операция. Кроме того, она показывает, что нет красных линий. Вот мы уже на российской территории. Никаких неядерных ударов, ничего нет. Поэтому мир не бойтесь. Дайте нам разрешение наносить удары дальнобойным оружием, теми же самыми атакамсами, хоть по Москве. Россияне все равно ничего не сделают. Кроме того, она показывает слабость российской армии, которая до сих пор массово попадает в плен. До сих пор полностью стабилизировать украинское наступление. Уже неделя прошла, больше недели прошло с начала этого наступления. Не может. И мы до сих пор видим, что вся боеспособная часть российской армии сконцентрирована, такое впечатление, все-таки на территории Украины. А территорию Курской области приходится защищать очень такими сырыми, неподготовленными войсками, которые не способны оказать эффективное противодействие, оперативно-эффективное противодействие элитным украинским частям, которые применяются на этом направлении. Поэтому тут есть эта цель. Она очень бьет по репутации Путина, по репутации России как глобальной силы. Она дестабилизирующе влияет на российское общество. Но, причем но тут большими буквами. Но, если удастся проводить эту операцию достаточно длительное время, в идеале до американских выборов, но лучше, но как минимум необходимо несколько месяцев удержать эту территорию. Если сейчас российская военная машина все же попрет в наступлении, начнет выбрасывать наши войска, то это уже обратно может трансформироваться для Украины в большую проблему, в огромную проблему. Это уже в разрезе вопроса, как и чем может ответить Путин. Мы с вами в предыдущем эфире... Насколько я знаю даже, то в Кремле сейчас очень серьезно думают о мобилизации. Вероятно, что то, от чего Кремль отбивался все последнее время, будет реализовано. Будет проведена новая волна мобилизации. Под эгидой необходимо создать силы обороны российской границы. Эта мобилизация будет направлена на то, чтобы укрепить границу Брянской, Курской, Белгородской областей. И, возможно, об этой мобилизации уже будет заявлено в ближайшие недели. Для обороны, для защиты границ. И это решение будет идеологически правильно обыграно Кремлем. Да, да. Мы не отправляем наших мобилизованных сейчас куда-то там воевать в Новороссию. Это мобилизация для того, чтобы защитить границы. Явно не хватает численности. Особенно показала Курская операция. Просто численности войск, которые способны были бы создать цельные линии укрепления. Ну и качество войск, конечно, Курского направления тоже было очень слабое, потому что две линии обороны Украина фактически прорвала за один день, как уже показывает часть свидетельства пленных. Массовая сдача, слабый очень офицерский состав при наличии, на самом деле, неплохой вооруженности на этом направлении. Поэтому я думаю, что Россия сейчас сделала огромный шаг к мобилизации. К мобилизации. И это может быть самая ожидаемая реакция сегодня от Кремля. Руслан, уже больше недели длится вот это наступление вооруженных сил Украины в Курской области. И сложилось такое вот впечатление, что все вот эти разговоры со стороны наших западных партнеров, союзников о том, что существуют какие-то красные линии, что, мол, мы не заинтересованы в эскалации, мы против нанесения ударов по территории России. Вот это все куда-то вмиг исчезло. Мы слышим совершенно другие заявления. Вот можем вспомнить, как в Германии говорили о том, что «Леопарды» — это не наши танки. Это уже танки украинской армии. Они их используют по своему усмотрению. Тот же президент Финляндии говорил, что это суверенное право. Таким образом Украина себя защищает, проводит свою оборонительную операцию. Ну, а так оно и есть. Эти танки не управляются финскими или немецкими экипажами. Они переданы. Это сейчас собственность Украины. Она за них отвечает. Хотя Россия говорит о том, что в Курской области убитого очень много иностранцев. У нас были достаточно большие добровольческие соединения иностранцев. От Карпатской Сечи до иностранного легиона, до разного рода национальных объединений, типа полка белорусского полка, двух соединений российских добровольцев. Поэтому... Но это неформально военные части со стороны наших западных партнеров. Дело в другом состоянии. Без западных вооружений и средств разведки, данных разведки, данных наблюдения, эта операция не была бы возможна. В принципе, не была бы возможна. Вообще не была бы возможна. И это позволяет... Все прекрасно понимают, все прекрасно понимают, что по факту это война между коалицией, украинской коалицией Запада и российской коалицией. Но с формально-юридической точки зрения будет делать все для того, чтобы все-таки избежать такого вот сценария формально-юридического признания. Хотя заход украинских войск на российскую территорию формальный, признанный. Это уже серьезная смена параметров. Сейчас у нас откроются двери. Серьезная смена параметров тех, которых шла раньше война. Пока западные партнеры думали о красных линиях, Украина просто брала и делала. Украинское руководство сейчас попыталось просто перевернуть стол, на котором игра шла в негативном для Украины сценарием этим вторжением в Курскую область. Дело еще тут немножечко о другом. Скорее всего, ну, очень популярно в России мнение в отношении того, что Путину пообещали мир. Поэтому Россия особо не готовилась к обороне Курской области. Ему железобетонно гарантировали, что в ближайшие месяцы Украина пойдет на мирные соглашения. И типа Путина снова кинули. Посмотрим, не появится ли российская... Российская риторика Зеленского свидетельствовала о готовности вступать в переговоры на процессы. Возможно, вся риторика Зеленского. Это была операция прикрытия для подготовки вторжения в Курскую область. Это война. Война искусства обмана. И посмотрим, не появятся ли российские Искандеры, другие современные вооружения, где-нибудь в других болезненных точках Запада, не начнут ли Искандеры прилетать на американские базы в Ираке, например. Ну, поскольку они будут переданы каким-нибудь государством соседним, которые будут ими управлять, они не будут ли... Это будет совсем, может быть, начаться другая история. Сейчас Россия находится в ситуации шока и... Ну, российское руководство шока и колоссальной агрессии. Колоссальной агрессии. Я думаю, что в ближайший месяц ситуация начнет меняться, ситуация начнет вообще стремительно развиваться. И этот геймчейнджер, который применила Украина, может привести к тому, что и Россия поменяет правила игры, по которым она тоже ведет эту войну. Она тоже их раньше шарила по правилам. Хотя у нее и более ограниченные ресурсы. Я не исключаю, что вспыхнут другие сейчас точки в мире, что появятся российские эти вооружения в мире, что мы увидим новую волну мобилизации, что мы увидим реальную угрозу нанесения ядерного оружия, удара по территории Украины. Начнется что-то... Ну, вот, начнутся тиктатинические изменения. Поскольку в очередной раз российское руководство оказалось в дураках и голым перед своим опытом. Перед миром. И оно не может просто все так спустить на тормозах. По поводу роли западных партнеров в проведении Курской операции попробовал Михаил Подоляк напустить еще больше тумана. Сказал то, что есть определенные вещи, которые нужно делать с элементом неожиданности и которые должны происходить на местном уровне. Но были обсуждения между партнерами просто не на публичном уровне. Ну, это понятно, я вам это тоже говорил, что наши западные партнеры были проинформированы. Но это не означает, что они принимали участие в планировании операции. Обратите внимание, в какой информационной тишине планировалась операция, а главное, проводилась. И сравните ее с украинским контрнаступлением на юге 2023 года. Чувствуете? Вот сейчас, вот через пару часов, вот завтра, максимум послезавтра, да мы пойдем. В Крым зайдем. И за полгода до самого наступления это все заявлялось. Все, ну, чувствуется другая рука, правда же? Другое качество планирования операции. И даже по-другому применялись войска. По-другому применялись войска. То ли это гений Сырского, такое мнение тоже популярно. Кстати, одним из косвенных результатов этого вторжения в Курск является то, что у нас постепенно формируется образ Сырского как лидера, как героя. То есть неозалуженного такого себе. Сырский получил очень серьезные баллы и становится на фоне этой Курской операции тоже политической фигуры. Параллельно укрепляется, кстати, Зеленский и Ермак с точки зрения международно-политической. Параллельно у нас, скажем так, воспрянула, реинкарнировалась партия глобальных ястребов. Тех групп, которые выступают за победу над Россией, за войну до победного конца, до дестабилизации этого государства. Есть много косвенных последствий всех этих процессов, которые мы наблюдаем эти дни. И другое качество управления операцией. Хотя формально, говорю, никто никогда не признается, что наши западные союзники, возможно, стояли за всем этим. Ну и в конце концов мы видим украинских солдат, ходя на западной технике. Кстати, прервало молчание и Марьяна Безугла. Она написала о том, что Валерий Залужный не был сторонником переноса войны на территорию России, а Сырский и представители разведки говорили об этом давно. И вот под руководством Сырского наконец-то это произошло. И теперь война постучалась во многие двери России. Сырский вернулся домой? Привет передал Владимирский, кажется. Знаете, мы... Вот когда мы даже с вами улыбаемся, я хочу, чтобы зрители понимали, это сарказм и тоже такой элемент психологической реакции. Это не от радости мы улыбаемся. Ну, чтобы понимаем, что погибнули еще тысячи, десятки тысяч, возможно, сотни тысяч людей. В войне, которой, в принципе, не должно было быть. Проблемы, которые сейчас пытаются решить военным путем, должны были быть решены политическим давным-давно. И могли быть решены. Только абсолютное банкротство политиков привело к этой войне. Ну, вот так. Я не исключаю, что, поскольку получилось, что Курская область не последний регион российский с одними проблемами. Брянская область, Белгородская. И только западная граница. Не только западная граница. Могут возникнуть и другие точки напряжения. Российское общество системно раскачивается и наукринскими наступлениями, и атаками террористов. Помним Москву, помним захват и расстрел зрителей концертов. Оно постоянно системно раскачивается, потому что российская власть выбрала стратегию такого молчазного консенсуса, молчаливого консенсуса, когда основная часть общества держится в ситуации, когда никакой войны нет. Вот если в Украине 90% людей, которые причастны к войне, как минимум волонтерят, то в российской обществе только около 40% хоть как-то когда-то волонтерили. большая часть общества держится в ситуации, да вы не волнуйтесь, это вообще не ваше дело. Живите себе как раньше, вот смотрите, зарплаты растут, все хорошо. Это вас не касайтесь, не волнуйтесь. Не волнуйтесь. Вот с этого литургического сна вот их пытаются, ну и могут выбить вот такие операции, как в Курске, или как походы Пригожина, или как другие значимые вещи, которые сейчас случаются в российском обществе. По-моему, агентство Блумберг также писало о том, что цель вот этого рейда, наступления в Курску область, это вывести Путина из равновесия. Ну хорошо, давайте мы вспомним те два заседания СОВБЕЗа, которые состоялись по теме Курской области. Мы видели Путина, мы слышали то, что он говорит. Он вышел из равновесия, вот удалось достичь этого? Как вы думаете? Реакция не такова, какой ожидали и на Западе. Да, и в российском обществе. Она все-таки слишком мягкая, слишком спокойная. В России только 200 тысяч беженцев, скорее всего, их будет больше. Вы же понимаете, что это уже действительно волны идут по российскому обществу. Еще небольшие, но уже ряд такая волновая, точно уже идет по российскому обществу. Смотрите, вот меня всегда... Мы давайте смоделируем. Я хочу объяснить нашим зрителям, что означает вывести из равновесия. Ну вот вывели из равновесия. Человек там, не знаю, простой человек наматерился или кому-то в морду дал, да? То есть, а человек, который управляет государством огромным, что он будет делать? На что рассчитывают те люди, которые считают, что именно Путина надо вывести из равновесия? Начнет бомбить правительственный квартал? И что? Там никого нет. Убить несчастных секретарей, советников и водителей. В стране ПС нагнетают и говорят, что именно такое может быть месть. Наше руководство сидит в советских бункерах, которых ядерной бомбой не достанешь. Им ничего не угрожает. У меня сложилось впечатление, что пытаются заставить заглотить эту наживку Путина, пытаются заставить глубже. Представьте себе, что действительно российское государство идет в разнос. Наши войска берут Курск или заходят в Курск. Начинается что-то похожее на Первую или Вторую мировую войну. Хотя этот сценарий маловероятный. Россия применяет ядерное оружие, скорее всего. Захватывает большую или значительную часть территории Украины. А параллельно ее абсолютно изолирует от мира. От нее отказываются даже ее союзники после применения ядерного оружия. Скорее всего, приходит в разряд. И таким образом, наверное, дальше ее расчет на то, чтобы дальше, после того, как она после применения ядерного оружия, после демонстрации глобальной агрессии, после ее тотальной изоляции, она внутренне будет дестабилизирована. Она будет изолирована сначала. Потом она внутренне сварится в своем котле и развалится на многие части государства. Но нам, украинцам и Украины, от этого не станет легче. Потому что нас ожидает тогда в лучшем случае, знаете, там 1920-й, только в таком постапокалиптическом сценарии, постмодерн, когда одновременно сплелись и пулеметы МАКСИВ, и беспилотники, беспилотные платформы, которые наносят бомбы по лазерному, удары по лазерному лучу, и радиация. Поэтому, если мы хотим, чтобы Россия вот таким образом сварилась, мне кажется, мы должны более ответственно просчитывать результаты. Мы заинтересованы в гемилитаризированной, относительно слабой, пьющей, грубо говоря, России, но просто довести ситуацию до того момента, когда по нам применят, ну давайте подумаем. Мы помним, нас уже убеждали в том, чтобы мы готовились к шашлыкам, что никакой войны не будет. А мы уже обсуждаем вопрос создания военных комендатур на территории. Комендатур, это сейчас обсудим. А потом люди проснулись в буче, под российской оккупацией. Их расстреливали на улице при попытке выбраться из зоны оккупации. Ну да, были еще заявления тогда отдельных народных депутатов, принадлежащих к власти, которые говорили, не бойтесь, мирные люди, вы в безопасности, по вам стрелять не будут. Поэтому я надеюсь, что это все просчитано, что задача как раз направлена на то, чтобы ослабить Россию, демилитаризировать ее, а не довести ее до края, после которого краев уже не видно. Что касается военных комендатур, решение правильное. На этих территориях, где сотни населенных пунктов, проживают несколько тысяч мирного населения. Кому-то необходимо поддерживать общественный порядок, чтобы банально не мародерили, не лазили по домам. Кому-то необходимо заниматься гуманитарной работой. А у нас вооруженных силах Украины есть специальный отдел военно-гражданского сотрудничества, который должен этим заниматься. Кому-то необходимо обеспечить, если мы будем удерживать эти территории длительное время, кому-то необходимо будет обеспечить условия функционирования какого-то рынка, торговли какой-то банальной, функционирование какой-то логистики, функционирование какой-то медицинской сферы. Пускай там школы и все остальное уже не актуально на данный момент, но вот медицина какая-то должна быть. Кому-то необходимо заняться правопорядком и социальным, минимальным хотя бы базовым обеспечением этого населения. Поэтому решение по комендатурам, оно правильное. Но тоже время, но показывает, что Украина не собирается играться в Курскую Народную Республику. Несмотря на первоначальное заявление российской оппозиции, что вот мы готовы Курский как демократический регион провозгласить, там правительство, армию свою создать какую-то, Украина пока в это не собирается играться, хотя игра не закончена, и это еще может случиться. И ДНР может восстановиться только на российской территории. Почему Украина не собирается пока в это играться? Тогда бы это означало бы не война против России, не только война, сейчас это военный инструмент. Это бы изначально попытка именно разрушения России, разрушения как государства. А это противоречит договоренностям и стратегической стабильности между Россией и Западом. Руслан, давайте также с вами поговорим о достаточно громкой, уже нашумевшей публикации на страницах The Wall Street Journal относительно того, что Валерий Залужный виновен в подрыве северных потоков, изначальную операцию одобрял и президент Зеленский, затем вмешалось Центральное разведывательное управление. Расскажите, о чем идет речь в этой статье, в этой публикации, почему она появилась именно сейчас, когда проходит вот это наступление украинских вооруженных сил в Курской области, и почему эта тема, опять же, заиграла, тема северных потоков, заиграла опять яркими красками? Во-первых, эта публикация появилась в Шпиделе, Дершпиделе, немецкое одно из ключевых изданий, и я не исключаю, что эта публикация появилась, там может быть российский след, но скорее всего, это след акционеров северного потока. Напомню, что там были вложены миллиарды европейских денег, миллиарды евро европейских акционеров, и под давлением этих акционеров немецкая прокуратура, генеральная прокуратура Германии, в юридической республике Германия продолжает расследование, несмотря на то, что в Швеции, в Дании, в других странах это расследование закрыли. Немцы не могут закрыть, потому что потеряны деньги их налогоплательщиков, более того, совершено действие в отношении их права собственности. Поэтому генеральная прокуратура Германии продолжает это расследование. Она якобы установила трех украинских диверсантов, которые якобы принимали участие в подрыве этих потоков, два. Один из которых проживал в Польше, но немецкая прокуратура не успела, не внесла его в базу в Шенген, из-за этого он уехал с Польши в Украину в июле этого месяца. Очевидно, что она не хотела его задерживать. Поэтому становится впечатление, что немецкая прокуратура проводит расследование под давлением акционеров, но не спешит кого-то обвинять или задерживать. А немецкие акционеры через публикацию в Дершпигеле пытаются подстегнуть само расследование. Что в самом расследовании? Утверждение о том, что, якобы по данным немецкой прокуратуры, что она установила имена трех украинских диверсантов, что операция была санкционирована Зеленским, выполнялась залужным, но потом президент Украины отменил эту операцию, но залужный его не послушался и довел его до конца. Более того, в этой операции якобы принимал участие офицер Червинский. Да, это тот Червинский, которого судили или судят еще за неудачную операцию на похищение российского самолета вместе с летчиком и перевода его на Кировоградский аэродром, которая закончилась российским ударом по Кировоградскому аэродрому. Вот такой клубок сплетают западные медиа. Зеленский дал санкцию на операцию, залужный начал ее реализовывать, установили имена диверсантов и офицера, который за нее отвечал. Потом Зеленский под давлением ЦРУ, обратите внимание, сказал отменить операцию, залужный его не послушался и довел эту операцию до конца. Тут масса интересных вопросов. Можно было бы просто без Зеленского и Залужного описывать эту ситуацию. Можно было бы. Ну, для чего их вспоминать? Если они партнеры и друзья, правда же? А так, фактически, с точки зрения немецкого права, их обвиняют в организации террористической атаки. Хотя и в средствах массовой информации. Скажите, можно было бы вообще не обнародовать вот эти имена этих людей? Можно было бы вообще эту историю не ворошить. Можно было бы вообще не ворошить и остаться и стоять на стене ситуации о том, что это Россия подорвала Северные потоки-2, таким образом она организовала форс-мажор, чтобы не поставлять Европе газ. Ну, такая история была очень популярна в Северной Европе. Для чего? Кто выгодно получать? Да, такое впечатление, что формируется обвинительная база в отношении Зеленского и Залужного. Причем Максимая специально отводится подозрение от американских специальных служб. Они в этой истории выглядят как те, которые пытались погасить огонь, не допустить проведения операции. Поскольку если эта история будет таким образом дальше развиваться, я не исключаю появление формальных подозрений со стороны немецкой прокуратуры в отношении наших топ-чиновников. А если таких подозрений не будет? Все равно мир убеждает этой публикацией в отношении того, что это сделала Украина. Что Украина провела вот такую диверсию на иностранной территории. Хотя я вам многократно вам раньше говорил, я сейчас не верю. Я не верю, что у Украины были технические возможности для такого рода акций на территории Западной Европы. Без поддержки очень серьезных западных спецслужб это технически было невозможно. Но на Украину очень выгодно все свалить. Кстати, это может быть также означает, что в финальном когда будет дебет с кредитом сводить, когда война остановится, будет решаться вопрос замороженных российских активов, то потери Северного потока-2 и на строительство и недополученную прибыль могут внести в украинский минус засчитать Украину. Очень интересная, очень опасная история. Мне кажется, все-таки на эту историю должен отдать ответ президент. Ну, как минимум, там, не сказать, что это все абсолютно неправда. Ну, пока есть ответ Подоляка, который сказал, что такие действия можно провести, имея исключительно широкие технические и финансовые ресурсы. Кто это имел и мог использовать во время подрыва исключительно Россия, и говорит Подоляк? Ну, в это слабо кто верит? Или это означает самый большой в истории правтык западных разведок одновременно, всех вместе, которые работали в этом регионе? Можно было просто остановиться на версии, что это организовал украинский бизнесмен, там даже наживают фамилии за кулисами этих бизнесменов, вот такой вот акт индивидуального террора смог организовать. Но все это специально выстраивает линию к нашему высшему политическому руководству? То ли с целью дискредитировать Украину, то ли с целью исключить этих людей, Зеленского и Залужного, в будущем из переговоров, переговорного процесса? То ли, говорю, с целью какой-то денежной, но очень опасно, очень серьезной публикации и издание серьезное, и как минимум коммуницировать с изданием самим мы сейчас обязаны в этой ситуации? Ну, потому что тут много чего стоит на кону и мы говорим о последствиях. Да, может ли быть российский след за этой публикацией? Да, конечно, может быть, но все же мне кажется, что потому что я вижу, что ведется расследование Генеральной прокуратуры Германии, скорее всего, это акционеры, потерявшие миллиарды или даже десятки миллиардов евро, недополученные прибыли еще, вот они продолжают дальше ворошить эту ситуацию и не позволяют ей замерзнуть, как она замерзла в других странах. Давайте вернемся к теме, происходящее в Курской области. Sky News, ссылаясь на свои источники, сообщает о том, что британские танки Challenger пересекли границу с Россией, атакуют российскую армию в Курской области. помните, была публикация о том, что Британия отказала в запросе Украины о применении ракет Storm Shadow в Курской области. Теперь пишут о том, что британские танки участвуют в наступательных операциях. было поставлено в Украине, насколько я помню, там больше десяти, или может быть несколько десятков этих танков, но они слишком тяжелые для применения на почвах наших, поэтому логично, что они могут применяться в Курской области, где немножечко другие почвы, где и на сети дорог в Курской области вполне могут применяться. Французскую технику заметили, об этом говорила российская сторона, но... Смотрите, в чем разница между танком и, например, каким-нибудь атакамсом? Потому что танк ты передал союзнику, и он может как угодно его использовать, где угодно, хоть в ухи не им кверят с этим танком. Для того же, чтобы навести современную западную ракету, надо использовать современные западные средства разведки и наведения. Ну, нельзя просто взять ракету и выстрелить ее. То есть, условно говоря, наведение этих ракет предусматривает сотрудничество с союзниками. Понимаете, в чем разница? В то же время, как использование танка не предусматривает сотрудничество с союзниками. Вот, получили, используйте, распишитесь. Вот, поэтому западные союзники пока не позволяют нам наносить своими ракетами удары по территории России. Это означало бы, что они принимают участие в нанесении этого удара, что сделало бы их территории потенциально мишенями для российских ударов. Но ключевое пока. Пока. Если Россия будет демонстрировать откровенную слабость, то я думаю, что западные союзники в конце концов вмешаются в ситуацию. Знаете, исторических примеров много. Помните, в Мурманске стояли когда-то западные войска? Не только в Мурманске. Это 100 лет назад всего лишь. Или, если Россия будет иметь какую-то стратегическую преимущество над Украиной, тогда мы увидим наши войска западных партнеров Украины на территории уже Украины для стабилизации ситуации, для сохранения украинского государственности. Руслан, скажите, пожалуйста, а когда из отпуска планировать вернуться наш парламент? И чем он намерен заниматься в ближайшее время? После 20-х чисел, буквально через неделю, он должен вернуться из отпуска. Похоже на то, что команда президента Украины нынешнего договорилась с командой президента Украины прошлого с Петром Порошенко о размораживании парламента. Напомню, что именно Европейская Солидарность блокировала парламент более трех недель, требуя принять закон УПЦ. Похоже, что стороны договорились и закон будет принят. Парламент будет разблокирован, разблокирован прежде всего для принятия этого закона во втором чтении и потом кадровыми решениями по правительству. Там уже накоплено буквально там мы вот этих кадровых решений по правительству. Много версий функционирует, мы не знаем. Шмыгали, есть хорошие шансы остаться, но думаю, что правительство может потерять пять-семь министров спокойно в этой ситуации. А кто может покинуть действующий состав правительства? Ну, много называют фамилий. И финансовый блок, и МВД, и Малюську, и гуманитарный весь блок правительства. Много очень фамилий называют. Все будет зависеть от того настроения, с которым, наверное, проснется президент, и от того, как оценивает сегодня власть финансово-экономическое обеспечение государства на эту осень. Правительство необходимо срочно перетряхивать, потому что готовится новый проект бюджета на следующий год. Уже новый состав правительства должен готовить этот проект бюджета, и новый состав правительства должен искать дополнительные средства. Не зря Марченко, министр финансов Украины, заявил в комментарии западной медиа, что из-за задержки американского пакета военной помощи Украина потратила дополнительных 12 миллиардов долларов для покупки вооружений, необходимых для ведения войны. То есть бюджетный дефицит вырос, правительство необходимо менять для того, чтобы восстановить доверие западными партнерами и союзниками, которая в какой-то мере пострадала после увольнения Кубракова, помним, как посольства выступали в его защиту, после увольнения Наема, необходимо решить финансовые проблемы. Мы видим, что ФИЧ вслед за другими рейтингами и агентствами снова снизил рейтинг Украины до самого-самого дна. Фактически все международные организации, международные рейтинги и агентства признали дефолт Украины по коммерческим долгам, случившийся дефолт по коммерческим долгам. Это является следствием и реструктуризации долгов, на которую заставили пойти наши кредиторы у правительства, заставили пойти под угрозой принять принятого закона, напомню, которым президент разрешил правительству не возвращать коммерческие долги, разрешили не возвращать долги просто. Все это на Западе оценивается как дефолт. Как дефолт, фактически состоявшийся дефолт, но еще не признанный дефолт. И правительству сейчас придется решать, восстанавливать отношения с западными партнерами прежде всего и искать дополнительные источники финансирования. Перезагрузка правительства, потом ожидаем целый перечень очень важных законодательных актов, которые сейчас на преске дня стоят парламента. Я думаю, что парламент все же заработает, но он будет находиться в таком, знаете, состоянии зомби. Это зомби наш парламент. Такое полукоматозное состояние. Да, это зомби парламент, когда используя денежную магию и специальные кнуты со стороны правоохранительных структур, этот парламент время от времени может что-то сделать. Но очень прямо, примитивно, прямолинейно. Но как парламент, как место, где вырабатываются политические решения, где идет политическая конкуренция, где идет дискуссия, он уже умер в нынешнем ситуации войны. В таком формате зомби парламента, я думаю, что он и пока что продолжит функционировать. Но когда-то именно он покусает офис президента. Когда-то, когда усугубится какой-то политический кризис, то ли связан с отношениями с западными союзниками, то ли связан с ситуацией на фронте, именно через парламент начнется перезагрузка власти. Там сформируют, там огромное, там большинство недовольных, там тотально большинство недовольных. Именно в парламенте будет сформирована новая формальная и неформальная коалиция, он перезагрузит правительство и он поставит президента в очень неудобное положение. Дорогие друзья, известный украинский политолог Руслан Бортник был сегодня вместе с нами на Укрлайф ТВ. Руслан, спасибо вам за собежать на мир. И также я благодарю наших зрителей, слушателей, подписчиков. Напоминаю, не подписаны на Укрлайф ТВ. Пожалуйста, подпишитесь и поставьте лайк этому видео. И также прошу, призываю всех вас подписаться на авторский канал Руслан Бортник в Ютубе. Всего доброго, берегите себя. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok